Приветствую всех телезрителей нашего канала и представляю информационный выпуск новостей для всех, кто смотрит. Для вас в эфире Мария Устинова. Итак, главные темы дня. В Доме культуры прошло праздничное открытие клуба «Активное долголетие». Старшеклассников лицея обучат автоделу. Маленькому Диме Звереву требуется помощь. Сергей Дорофеев провел еженедельный объезд городских территорий. Гость студии. Декларационная кампания «Что нужно знать». Репортаж с оперативного совещания. Прогноз погоды. 25 января в Доме культуры прошло праздничное открытие первого собрания клуба, которое называется «Активное долголетие». Мероприятие организовано для активных жителей серебряного возраста. Они занимаются йогой, рисуют, поют, общаются и весело проводят время. На первом этаже проходил урок рисования. Здесь собрались любители искусства. Пенсионеры рисовали яркий натюрморт, красками изображали гранат и его порезанные дольки. У всех получилось по-разному, но у каждого превосходно. На втором этаже проходило занятие по валянию. Веселые мастерицы делали рябину из зеленой шерсти. В Доме культуры валяние достаточно развитое направление. Руководитель кружка продемонстрировала свои искусные работы и рассказала об этом увлечении более подробно. Почему решили преподавать имя? Ну, потому что мне хотелось, чтобы больше заинтересовались люди этой работой интересной. И она успокаивает. Вот женщины пришли, и им очень нравится это все. Вот только первый раз пришли. Понравилось вам? Вот, пожалуйста. Так успокаивающе. Так что вот так. В танцевальном зале проходило занятие по йоге. Сюда пришли самые активные участницы сегодняшнего мероприятия. Дамы были полны энергии, бодрости и выполняли все упражнения даже лучше нашего корреспондента. Тренировка оказалась очень увлекательной. Так что занимайтесь спортом, танцами, будьте активны, больше двигайтесь. Ведь движение – это жизнь. Ну все, я хочу сказать то, что йога – это такой вид активности, который позволяет сохранить долголетие, жизнь в теле. И здесь какая-то не йога, а восточные танцы какие-то уже начинаются. И поэтому мы проследуем далее сейчас. После всех кружков, занятий и тренировок пенсионеры собрались на чаепитие. Здесь они беседовали, пели песни, читали стихи и пили чай с печеньями и конфетами. Расскажите, а почему вы посещаете вот это вот мероприятие? Ну я по жизни всегда была активная, начиная с молодости. И секретарем Капсомольской организации, и секретарем здесь на комбинате работала, на мебельном было. И потом сюда уже перешла в соцзащиту, тоже всегда в гуще событий. У нас всегда очень много проводилось таких мероприятий, где участвовали все. И всем было очень хорошо. Потому что общение для человека очень важно. Потому что если сидеть дома, то это угнетает. Но когда выходишь к людям, то стараешься как-то общаться и самой хорошо, и окружающим тоже. Мы сначала ходили рисовать. Рисовали гранат. Я первый раз, но у меня внучка рисует. Думаю, нарисую и покажу ей. И сравнит пусть. Рисунок бабушки и ее, кто лучше. Хочется сказать, что организации события на высшем уровне. Видно, что сотрудники Дома культуры очень старались. Можно заметить, что в помещениях соблюдены все нормы безопасности. В каждом зале и кабинете установлены рециркуляторы. Контролируется ношение масок и дезинфекция рук качественными антисептиками. У нас с вами сейчас непростая ситуация, не только в нашем городе, но и во всей стране. Конечно, наши жители боятся выходить из дома. Но мы стараемся соблюсти все меры профилактики против коронавирусной инфекции. У нас в каждом помещении и рециркуляторы, чтобы в присутствии людей обеззараживать воздух в масках. Для дезинфекции рук стоят различные гели. И периодически мы каждые два часа протираем, конечно, все и ручки, и поручни. Все, чтобы жители ни в коем случае в наших учреждениях не могли подцепить этот коронавирус. Я как представитель социальной защиты, мы вместе с Домом культуры, с администрацией проводим мероприятия по активному долголетию. Организаторы, да, мы все вместе. Приглашаете вы всех? Мы не только всех приглашаем, мы хотим донести до жителей. Вы прекрасно видели, да, мы раздаем буклетики, делимся информацией, что у нас в городе Электрогорске все проводится. Мы всех ждем, не сидите дома. Мы приглашаем всех на наше занятие. Все оставили контактные телефоны, сайт, куда можно обратиться, куда можно подойти, где мы все расскажем подробно, подробно, подробно. Только всех ждем. И в завершение сотрудники Дома культуры порадовали наших бабушек и дедушек ярким концертом. Здесь пели песни под баян, танцевали головокружительный вальс и даже исполнили современный хип-хоп. Все были довольны и заворожены, наблюдали за представлением. Первый заместитель главы Людмила Викторовна Шапар поздравила присутствующих с открытием нового сезона активного долголетия. Со всеми вас праздниками я поздравляю, с прошедшими, уступившими, конечно, самое главное – здоровье. И я хочу, чтобы у вас от нашей встречи, от встречи с администрацией осталась приятная сладкая нотка. Поэтому каждый из вас сейчас получит сладкие, вкусные подарки. С праздником вас, дорогие! Такие мероприятия очень важны для жителей нашего города. Вступайте в клуб «Активное долголетие». Всех ждем! Учат о замвождении со школьной скамьи. Впервые в Электрогорском лицее открылся курс автодела. Занятие по предмету дополнительного образования проходит как в теории, так и на практике, на специальном тренажере. Подробности у наших корреспондентов. У нас алгоритм такой. Мы попадаем в машину, что делаем? Пристергиваем, примем безопасность. С левой стороны, не через шею, а через левое плечо игру. До щелчка. Первое действие. За это на экзамене с реальным инспектором. Пять штрафных баллов, если мы начнем движение, без имени безопасности в жизни, то же самое. Да? Примем безопасности первое наперво. Подсказка у нас с тобой, что мы делаем дальше. Эти самые простые правила порой забывает и опытный водитель. А вот Дмитрий Анатольевич прививает знания детям прямо с юных лет. В программу дополнительного образования городского лицея теперь включены занятия по автоделу. Такой формат обучения может быть несколько новый для нас, как для автошколы, для автошколы ГИДООН. Мы представлены и здесь, в Электрогорске, в Павловском посаде и в Иногинске. Для повышения, скажем так, автомобильной культуры подрастающего поколения, для того, чтобы ребята были более подкованы в теоретической части, да, правильно ориентировались в дорожной обстановке, придя в автошколу, имели уже навыки, определенный опыт владения органами управления автомобилем, были подкованы в теоретической части. Практика показывает, что кто проходит повторное обучение, да, лучше усваивает материал и объем знаний, который они имеют, скажем так, откладывается в большем объеме. Занятия проходят в специально оборудованном классе для подготовки водителей. Планируется, что за данный курс ученики смогут изучить обязанности поведения пешеходов, пассажиров и водителей, попробуют свои силы в решении экзаменационных билетов и пройдут практические занятия на тренажере, имитирующем вождение автомобиля с механической или автоматической трансмиссией. Понравилось ли тебе обучение на этом аппарате? Да, мне очень понравилось обучение на этом аппарате, оно симулирует движение на настоящих дорогах и помогает практиковаться. Ну, как ты сам ощущаешь, научился уже, готов сесть за руль в живой машине? Ну, опыта прибавилось, больше стало, чем было. Ну, а вообще, в дальнейшем планируешь права получать обучаться в настоящей автошколе? Да, планирую дальше получать права обучаться и ездить по дорогам. По окончанию курса все ученики получат возможность обучаться в автошколе Гидеон с бонусами и скидками. Получение знаний для абитуриентов лицея действительно безвозмездно с их стороны. Более того, автошкола, наша автошкола Гидеон, если они выберут автошколу для дальнейшего получения образования, как водителя, будет предоставлять им некие бонусы в виде дополнительных занятий, ну и каких-то, может быть, индивидуальных даже скидок. Как только школьникам исполнится 18 лет, они смогут продолжить учебу в автошколе и получить водительское удостоверение. Главная цель курсов заключается в том, чтобы старшеклассники морально подготовились для будущего обучения, осознали ответственность принятого решения быть законопослушными и грамотными участниками дорожного движения. Расскажи, пожалуйста, нравится ли тебе вот этот урок автодела? Конечно, мне очень нравится. Я считаю, что это очень полезно, особенно для подростков в нашем, так сказать, возрасте, заниматься, проходить эти курсы, потому что, во-первых, это очень интересно, во-вторых, прохождение данных курсов поможет нам в будущем наиболее, скажем так, упрощенно пройти программу автошколы. Расскажи, а в будущем ты хотела бы получить права, выучиться на водителя? Конечно, я бы очень хотела обучиться на права и стать водителем. А в данный момент как себя ассоциируешь? Аккуратно водителем или же еще не очень опыта набралась? Ну, конечно, еще не очень опыта набралась. Я думаю, что, в принципе, буду, конечно же, аккуратно ездить на дорогах, соблюдая правила дорожного движения. А сейчас просим вашего особого внимания. Маленькому Диме Звереву срочно требуется помощь. Родители Димы верят, что мир не без добрых людей и очень надеются на вашу поддержку. Маленькому Диме Звереву требуется помощь в приобретении устройства для вертикализации, чтобы не допустить вторичных осложнений от лежачего положения. Дима родился в 39 недель и первые 5 месяцев жизни отличался от своих сверстников лишь сильным беспокойством. Но в 5 месяцев у малыша начались ежедневные приступы эпилепсии, которые продолжаются и по сей день. К счастью, уже не такие сильные и продолжительные. После дебюта эпилепсии диагнозы посыпались, как снежный ком. Приступы забрали все навыки. Дима перестал держать голову, следить за игрушками. Началась задержка моторного и речевого развития. После года детский церебральный паралич смешанной формы. Генетический анализ дал ответ. Причина – мутация в гене. Очередной диагноз в заключении – четвертая степень тугоухости, граничащая с глухотой. Да, Дима не слышит. Зрительное внимание все еще не появилось. Он не сидит и не переворачивается, но тактильно – сын с родителями. Он отлично реагирует на прикосновения и совершенно не любит находиться один. Вертикализация детей с ДЦП – очень важный этап, как развитие и формирование костной и суставной части организма. Средство, что требуется для Димы Зверева, поможет избежать вторичных осложнений и подарит возможность стоять правильно. Вертикальное положение поможет ему лучше ощущать свое тело и увеличивать зрительный интерес. Осталось собрать 115 500 рублей из 206 000 рублей. Родители Димы верят, что мир не без добрых людей и готовы принять от вас любую помощь. Сергей Дорофеев провел еженедельный объезд городских территорий. В список проверки вошли торговые объекты, детские площадки, городской рынок, территории образовательных учреждений. Объезд главы начался с улицы Чкалова. Проверили содержание территории новой школы. Состояние пешеходных тротуаров неудовлетворительное. Под ногами – снежная каша. По словам главы, в первую очередь должны быть почищены все подходы к социальным объектам. Он опять на большом покруди вот это оставил. Сделайте красиво, тортубар, обрежьте, закиньте туда это подальше, кучу отвезите. Он у тебя приехал, как это… Он загружает. Я о тебе ничего не говорю. Далее проехали на улицу Советскую, к дому 32. Обратили внимание на уборку территории магазина «Верный», а после – мимо жилого дома. Особенно важны сейчас работы на кровлях, которые буквально завалены снегом. А нулевые температуры еще и способствуют формированию наледей и сосулек. В последние дни сотрудники муниципальных коммунальных служб при помощи автовышек убирают снег с крыш домов, а сосульки удаляют специнвентарем. На ликвидацию наледи следует обратить особое внимание и предпринимателям. В зоне повышенного внимания – детские площадки. Сами игровые зоны убраны и очищены от снега, но вот подходы к ним почему-то остались без должной очистки. Ну вот это убирайте тогда тоже. Делайте доступное, доступное, чтобы ходить можно было. А то, ну, сам знаешь, дети маленькие, он даже ногу не поднимет, он упадет. В городе непрерывно продолжается уборка снега. Задействована вся спецтехника, грейдеры, тракторы, машины для вывоза снежных масс. Прежде всего, техника работает на остановках общественного транспорта, на наиболее оживленных перекрестках, пешеходных переходах. Снег вывозят с остановочных пунктов, из заездных карманов, с тротуаров и обочин. Одновременно производится обработка дорог, переездов, перекрестков, тротуаров, песко-соляной смесью для предотвращения гололюда. Провели очередной объезд по городу, очень много вопросов, очень много нареканий в адрес МБУ дорожного хозяйства. Тротуары находятся в ненадлежащем состоянии, что создает, конечно, неудобства для наших жителей, поэтому данные указания по ликвидации в кратчайшие сроки данных неудобств. Вот, отметили неблагополучное состояние территории около торговых объектов. Несмотря на то, что снег у нас уже не идет, торговые объекты, к сожалению, не очень расторопны в уборке прилегающей территории. Если они не уберут в кратчайшие сроки, будем привлекать, значит, Антехнадзор для фиксации и уже привлечения виновных к административной ответственности. Блок рекламы продолжит эфир, не переключайтесь. Оплатить услуги кабельного телевидения с нового года можно в личном кабинете Сбербанк Онлайн. Для этого заходим в личный кабинет, выбираем счет, с которого будем проводить оплату, в поиске пишем «Навигатор плюс», как показано на видео, выбираем кабельное ТВ. Далее нужно указать пятизначный номер лицевого счета, который можно найти в чеке, квитанции на оплату или узнать по телефону 3-24-43. Вводим сумму платежа и нажимаем «Оплатить». Готово! И о погоде в завершении выпуска. Ближайшей ночью нас ожидает переменная облачность местами дымка. Температура опустится до минус 18-20 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. А 27 января в течение суток также ожидается переменная облачность и дымка. День нас встречает с потеплением. Минус 6-8 градусов, ветер южный умеренный. Возможно, небольшие геомагнитные возмущения. На этом у нас все новости на сегодня. В актовом зале администрации прошло еженедельное оперативное совещание. Репортаж продолжит наш эфир, а сразу после программа «Гость студии». Мы ведем диалог с заместителем начальника налоговой инспекции Дмитрием Викторовичем Пенкиным. А я прощаюсь с вами. В студии была Мария Устинова. До встречи на канале ТВЛ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин